Всем привет! С вами Георгий Артамиладзе и портал Sport Club. На днях мне на глаза попалась информация, согласно которой Барселона уже присмотрела себе одного из летних новобранцев. И кто бы вы думали это есть? Иско. Человек, который не пригодился в нынешнем сезоне Реалу, который практически прибит к самике запасных, выходит по огромным праздникам, и которого Анчелотти не будет удерживать в стане их сливочных. Эту информацию распространило испанское издание Sport S. Назвать его желтушным язык не повернется, но это что-то между Daily Mail и Телеграфом, скажем так, если на английский манер. Сивилья. Еще один претендент, ощутимый, по мнению журналистов, на Иско. Иско. Команда хочет подписать с испанцем контракт, но Иско до последнего, как пишут в прессе, будет пытаться склонить Реал к продлению своего контракта. В это верится с огромным трудом, потому что Анчелотти уже дал ему вольную. Агент Иско в январе общался со многими командами, включая Фиорентину Кокорина, и поэтому неясно, что вообще может побудить Реал оставить Иско даже на правах однолетнего контракта, в который, я думаю, что он не подпишет этот контракт, потому что Иско хочет получать солидные деньги. Ему всего еще 29 лет, самый сочный возраст. Да, возможно, где-то в глубине души ему обидно прощаться с Реалом, он пережил там много взлетов и падений, он провел в команде 9 лет, по сути, юнцом, пацаненком туда перешел, ему было 20 лет, если память не подводит меня. Он вырос как игрок, но сейчас скатился опять с горки. Знаете, когда в горку заходишь, а потом на определенном моменте с нее скатываешь, то ли руки пропотели, то ли еще что-то. Вот Иско такая же ситуация, он в сборной Испании играл и довольно неплохо выступал в Ла-Лиге в составе Реала, забивал, штрафные у него были классные, передачи отдавал, но сейчас забуксовал. Я не знаю, что у него в голове, возможно, какие-то личностные проблемы у него есть, о которых он не говорит в прессе. Возможно, конкуренция свою роль сыграла, потому что Иско у нас левый вингер, на флангах у Реала. Очень крутые футболисты, тот же Бейл, даже в травмированном состоянии. Венисиус, сомнений нет, что бразилец намного лучше, чем испанец. Если мы говорим об Иско как об атакующем Хабеке, о игроке средней линии, то куда его интегрировать? Кросс, Казимира, Модрич. Как ни варьируй, вот эти три столпа, это три человека, на которых держится мадридский мир, можно сказать так, это, ну, как три кита. Потому что я не понимаю просто, как можно вставить состав Иско, если эти ребята пребывают в кондициях. Тем более того же Модрича и Казимира часто меняют, ругваят с Вальверде. То есть Иско номинально даже и не четвертый, а пятый или, наверное, шестой выбор у Анчелотти на этой позиции. Если мы говорим о Барселоне, то посмотрите, кто команду покинет. По сообщениям испанской прессы уйдут Тьонг, Депай, Брайтвайт. То есть сразу три легионера. И это очень показательный момент, на мой взгляд, потому что в Испании нет такого, скажем так, дикого лимита, как тоже, например, России, или правила доморощенных футболистов, как в Англии. Но все равно три легионера уходят, и нужен будет, наверное, испанец. На скамейку? Я думаю, на скамейку, потому что в Барселоне тоже средняя линия очень хорошая. Я не вижу пока за счет каких качеств Иско может оказаться в основном составе Барсы. Вы скажете, а как игрок Реала уйдет в Барселону? Да все очень просто. Ну, это противостояние, исторически такое мощное, масштабное, или классику, оно сейчас только на бумаге, к сожалению. Даже вот посмотрите недавнюю игру, когда Барса за счет каких-то филигранных, космических ударов об Амьянга его заряженности одолела Реал. 4-0. Барса уничтожила Реал. Об этом в прессе написали, да, и нарезки всякие были, но такого ажиотажа лютого не было. Даже на российских интернет-ресурсах, посмотрите, например, на чемпионат.com, ажиотажа огромного не было, были какие-то комментарии, на спортбоксе тоже ничего такого не было. Видимо, это уже отходит, скажем так, на второй план, потому что все меняется, и Эль Классика, оно остается, ну, Эль Классик просто в формате исторических традиций. Как ненависть такая, да, лютая, как желание начистить друг другу лицо, как в той же Англии. Сейчас этого нет у болельщиков, тем более у футболистов. Все общаются хорошо, никаких проблем нет, поэтому в этот трансфер с точки зрения спортивной составляющей, да, вот этой переца, почему нет? Иска перейдет, сядет на скамейку. Это же не тот же фигу. Он про Реал плохих слов не говорил, а Барселоне, он, если память меня не подводит, каких-то гневных колкостей тоже в прессе не публиковал, поэтому все совершенно спокойно. Реал, если верить, опять-таки мы ссылаемся на испанскую прессу, если верить журналистам, хотел продлить с ним контракт на существенно худших для иска условиях. Испанец отказался на отрез, сказал, либо так, либо я ухожу. Это как, знаете, фильм такой был замечательный, «Корабль-призрак», когда один из главных героев подошел к команде спасателей и сказал, вот такие мои условия, нет, отваливайте. Вот то же самое примерно состоялось вовсе Реала. И Реал сказал, отваливай. Иска. Севилья – это один из столпов сейчас испанского футбола. Посмотрите просто недавний матч, как она разобралась в Ла Лиге с соперником. 4-2. Бойка игра на 93-й минуте, и Рафа Мир на 99-й. По-моему, Акампас забил. Это просто чудо. Севилья сейчас при Лапитеге играет очень масштабно, если так говорить, сдержанный футбол, сбалансированный. Иска мог бы пригодиться в этой команде, но давайте посмотрим на персоналии, которые играют в средней линии. Ну, так скажем, на флангах в атакующей зоне. Суса. Бывший хавбек, вингер, Тоттенхэма, Ламела, Акампас, Торос, который может с лихвой закрыть вот этот весь треугольничек в средней линии, то есть он может сыграть как и атакующего хавбека, так и из глубины начать атаку. Это действительно универсал. Иска пока с ними тягаться тяжеловато в его нынешних кондициях. Я говорю сейчас не только о спортивных каких-то проблемах его, но и о ментальных. Ну, да, он голоден до побед, скажете вы, но, поверьте, пребывание на скамейке не всегда, скажем так, нужно рассматривать с точки зрения того, что футболист готов, он хочет показать себя. Нет, иногда он начинает буксовать, иногда он начинает сдавать позиции. И тут, как карта ляжет. Я, честно, верю больше в трансфер Иска в один из клубов Италии. Солнечная страна, развивающийся чемпионат. Очень много команд среднего такого уровня, которые готовы предложить ему неплохие условия. Ведь посмотрите на серию А. Ну, если мы убираем Сарелинитану, который занимает последнее место, все остальные команды очень сбалансированы, они друг за дружкой идут. И да, есть какие-то очковые разрывы, есть Гандикап, который нужно отыгрывать там командам из зоны вылета, чтобы спастись. Но все равно, вот я сколько смотрю итальянского футбола, нет такой пропасти какой-то лютой, как, например, было 10 лет назад. Все очень тихо, что ли. Даже тот же Ивентус не всегда кажется командой, которая может биться за чемпионство, там за Лигу чемпионов. Она окажется средняком по игре. И Иск вполне может интегрироваться в один из этих клубов. Что думаете по этому поводу вы, дорогие друзья? Нужен ли Иска Барселоне? Нужен ли он Севилье? И самый главный вопрос, останется ли он в реале по окончании сезона? Ведь еще все можно поменять и можно подписать контракт в любой момент, даже будучи свободным агентом. Обязательно напишите мнение в комментариях. Всем спасибо за внимание. Пока!